Следующий аят, уважаемые братья, о котором мы хотели рассказать. И дабы этот аят зашел в наши сердца, проник в наши сердца, и оставил отпечаток в нашей жизни, след, который мы понесем в этой дуне, и который принесет нам пользу судьи на день. Из Сурата Аль-Баqara, где Субханаху А.С. сказал, Что-то вам не нравится, говорит Субханаху А.С. обращаясь к людям, к своим созданиям. Быть может, что-то вам не нравится, но это лучше для вас. И что-то вы сильно любите, но это хуже для вас, принесет вам что-то плохое. Только Аллах знает, а вы не знаете. И с каждым из нас практически бывало такое в жизни, то, что мы что-то сильно желали, что-то хотели, чего-то добиться, но не получилось у нас этого. Или что-то мы сделали и потом сожалели за это. Или, например, ситуация какая-то случилась, какое-то предопределение Аллаха Субханаху А.С. И человек начинает сожалеть, если было бы так, и случилось бы так бы. Но мы знаем то, что Аллах Субханаху А.С. всеми сердцами верим в Аллаха. И Аллах Субханаху А.С. по отношению к своему верующему рабу что-то посылает для испытания, для того, чтобы его возвысить на другой уровень, приблизить к себе. Ни в коем случае, чтобы его унизить или наказать. По отношению к верующему, богобоязненному рабу Аллаха Субханаху А.С. И в этом бы контексте этого аята, дабы проник в наши сердца и оставил след в нашей жизни, хотелось бы привести две истории. Одна история, когда было открытие Хайбара, когда была битва у пророка Мухаммада, с Хайбаром, с жителями Хайбара, с иудеями. В этот день были радостные события. Был открытие Хайбара. И также Джа'фар ибн Абиталиб вернулся из Хабаша. И пророк Мухаммад, увидев его, обрадовался. Но что сказал? Не знаю, чем больше мне радоваться. Открытием Хайбара или то, что Джа'фар, рад Аллаху, вернулся. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, любил его и обращался к нему и говорил. Ты похож на меня внешне и похож на меня по своему нраву. Поэтому Абу-Хурейр, рад Аллаху, отличился от других сахабов и сказал, авдолю сахаба Джа'фар. Самый лучший из сахабов Абу-Хурейр, это его мнение, то, что Джа'фар. Хотя вся умма говорит, что Абу-Хурейр, рад Аллаху, самый лучший из людей после послания к Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям. Потом уже была следующая битва Му'та. Там стал шахидом Джа'фар, рад Аллаху, алейхи вассалям. Когда они взяли пленников и пленниц, пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, я, Расул Аллаху, я хочу взять себе одну пленницу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ему. И взял он ее для себя, Софию. И пришел один из сахабов и сказал, Я, Расул Аллаху, инна София бинт заимихим. Фа ла талиху, инна бика, я, Расул Аллах. О, посланник Аллаха, поистине София, эта дочь правителя, их правителя Хайбара, она никому не присуща, кроме как тебе, о, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на ней женился, и его махром был Иткуха, освободил ее от рабства. И в дороге, когда они шли, она застеснялась, на что спросил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Мабик, что с тобой? На что она сказала, Я тебя ничего не знаю, посланник Аллаха, кроме того, когда я еще была в Хайбаре, я увидела сон, то, что луна светила в мою комнату и упала в мою комнату. И рассказала этот сон своему мужу, которого умер, которого убили на Хайбаре. И он сказал, И он сказал, Ты желаешь того правителя, который в Медине, и ударил меня. Случилось, сбылся сон, то, что она вышла, стала супругой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, построил ей комнату, как построил другим супругам, и она стала, Мама правоверных, Вазваджиум махатукум, как сказал, субханаллаху атеаля, и его жены, ваши мамы. Субханаллах. И один раз пришла она к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Таштеки. Она жаловалась и сказала, Плачет. Пришла жаловаться к посланнику Аллаха и говорит, Одна из твоих жен сказала, то, что я иудейка. Смотрите на Ахлях, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Скажи ей, Скажи ей, Клянусь Аллахом, я дочь пророка, то есть из Сулялята, она идет от Харуна алейхи вассалям, то есть ее зуррия, ее потомство. Харуна алейхи вассалям был пророком. Мой дядя пророк, то есть Муса алейхи вассалям, брат Харуна, и я под пророком, жена пророка. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал иатикав в мечети, к нему приходили его жены, и всех провожали их родственники. Например, Аиша, саллаллаху алейхи вассалям, бинту Сиддиқ, Аиша, саллаллаху алейхи вассалям, дочь Абу Бакар, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакар ее провожал домой. Хафса, дочь Умара, саллаллаху алейхи вассалям, Умара, саллаллаху алейхи вассалям, провожал ее, дома, и когда видели его, сахабы сказали, Это София моя дочь, моя жена. На что сказали, Сахабы сказали, неужели мы по отношению к тебе будем сомневаться о посланнике Аллаха? На что он сказал, поистине шайтан бегает по крови человека и нашептывают ему то, чего он не делал. То есть суть в чем, мол, то что вот эта девушка была в доме, где были неверующие, воспиталась в этом доме и стала по милости Аллаха воспитываться в доме самого лучшего из творений, созданий пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и стала матерью правоверных.